все-все-все расскажем бабушка наша идет сейчас все все расскажут кто у тебя болит кто у кого что болит кто там заболел что мама сыграли? а что все выходят что это? все Михаил подойдите пожалуйста все аккуратно все в отодет видишь угол заходим все заходим батушка приглашает батушка приглашает вы что? ну-ка догоните быстренько все заходим заходим братья и сестры нет он сейчас есть давай спасибо Сева спасибо 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 христос воскресе из мертвых смертью смех поправ и суще и суще во грабе живо давам Господи, благослови нас, от всеми милостей к нам, слава тебе, благодарения, чести, поклонения, Отцу, Сыну и Святому, Духу, Неприсному и Тебюкову. Аминь. Так, следующее будет, как сегодня, в воскресенье, там будет 8-9. Я буду здесь. Значит, прошу я ваших молитв по благословению митрополита. Я на 12 лет, на 12 лет говорю, на 12 дней. Да, отучусь за пределы Барнаульской метрополии. Да, ну и вот такое бумага выдали, значит, фонтарею Якимову Тихоновичу Лавкину, настоятельствует крестовознительского общего города Барнауль, в том, что ему боевоставляется. Отпуск 26 мая по 8 июня, из 27 сентября по 12 октября. Фонтарей Якимов Лавкин состоит в молитвном каноническом общении с Русской Православной Церковью. Священнослужение не запрещено, по церковным судам и следствием не состоит. Все, все, печать, ну это я в копии. Сюда, садись, вот сюда. Все, ну вы тебе подарите. Все, дарю тебя на подарок. Так, ко мне какие вопросы есть? Я положу. Быстренько, то мне надо сейчас я в Александр Невский собор там с настоятельно встретиться надо еще. Вопросы какие ко мне? Я не знаю. Никаких нет? Благодарности. Я не благодарность спрашиваю, говорю, вопросы какие? Татьяна, то ли я не услышала, то ли что. Я запрошу вопросы на благодарности. Ну нет вопросов. Ну нет, все, тогда я поехал. А, расписайся? Ну да. Давай я расскажу. Так, продолжайте дальше собрание. Ты что, хотел это объявить? Нет, нет. Читай, брат. Читай. Сегодняшний, ну у кого нет? На сегодняшнее течение. Так, как делаешь? Мне ручку надо. Вот ручка, ручка. Ручка, давайте. Давайте. Пойдем-ка. У вас, бабочка. Будет садись, понимаете. Давайте, я вам дам. Книга Деяний, 9 глава, 9 глава, 32 по 35 стихи. Случилось, что Петр, обходя всех, пришел и к святым, живущим в виде. Там нашел он одного человека именем Инея, который 8 лет уже лежал в постели в расслаблении. Петр сказал ему, Иней, исцеляй тебя, Иисус Христос, встань с постели твоей. И он тотчас встал, и видели его все живущие в виде и сароне, которые обратились к Господу. Толкование. Почему Петр не ожидал обнаружения веры этого мужа и не спросил, желает ли он исцелен? Это чудо было совершено, конечно, в особенности в назидание многих. А с другой стороны, чудеса здесь не обнаруживали еще своей силы. А потому здесь и неуместно было бы требовать веры в них. Потому что апостолы и храмово не спрашивали. И так как Христос, полагая начало чудес, не требовал веры, так и они не требуют. А в Иерусалиме вера в них, конечно, распространялась раньше. Деяния 5.15. Так, чтобы носили больных на улице и полагали на постелях и в кроватях, дабы хотя тень проходящего Петра осенила кого из них. Потому-то там и много было сотовяной чудес, а здесь тогда тоже было положено начало имя. Деяния 9 глава, из 36 по 43 стихи. В Иопии находилась одна ученица именем Тавифа, что означает «серма». Она была исполнена добрых дел и творила много милости. Случилось в те дни, что она за немогла и умерла. Ее омыли и положили в горнице. А как Лида была близ Иопии, то ученики, услышав, что Петр находился там, послали к нему двух человек просить, чтобы он не замедлил прийти к ним. Петр в штаб пошел с ними, а когда он прибыл, ввели его в горницу. И все вдовицы со слезами пристали перед ним, показывая рубашки и платья, какие делала серна, бежать с ними. Петр вышел из всех вон и, преклонив колени, помолился. И обратившись к телу, сказал «Тавифа, встань». И она открыла глаза свои, увидев Петра селом. Он подал ей руку, поднял ее и, призывав святых и вдовицы, поставил ее перед ними женой. Это сделалось известным во всей Иопии. Многие убировали в Господа. И довольно дней прибыл он в Иопии у некоторого Симонова-Кожевника. Толкование. Лука поставляет имя его, показывая, что она совершенствовала своему имени. Была так бдительна и бодра, как серна. Потому что часто многие, имея имена, достаются по божественному домостроительству. Сделали все, что следовало сделать над умершим. Заметь простоту прочих и отсутствие всякого сокомерия в Петре. Не сами идут, но просят через двоих об исцелении. И он приходит. Почему они не позвали его, пока Таня умерла? Считали недостойным утверждать этих учеников и отвлекать их. И делать им затруднения в деле проповеди. Поэтому Толукай говорит, что было близко. Показывает великое смирение, потому что она находится с ними. И жила с ними. И обращалась со всеми, как одна из них. А не так, как мы теперь. Для чего же он изгоняет всех волн? Для того, чтобы не тронуться слезами и не потерять спокойствие духа. Усердную совершает молитву. Потом поддерживает ожившую. Потом понемногу возвращается жизнь и силы ее. Заметьте отсутствие всякого сокомерия в Петре. Сложивши такое великое чудо, он ищет представление не у нее и не у другого какого-либо знаменитого человека, но у Кожевника Симонова. Он не стыдится людей, ничтожных, и не делает великим повода превозноситься. Комментарии Игнатия Тихоновича Лапкина на слова «Делать им затруднения в делу проповеди». Самое большое затруднение в деле проповеди причиняет теплохладность, незнание пути Божия, забвение прямой заповеди Божией о проповеди. Если сегодня сделать полный хронометраж времени любого священника в день, залиндируя месяц и год, это же касается архиереи и патриарха, то какой процент времени выпадает на проповедь? Не случайную проповедь по случаю праздника, заранее кем-то составленную, но проповедь вдохновенную, касающуюся душ и нужд человеческих. На любом производстве, в любом деле есть специалисты, специально для этого назначенные, имеющие большой опыт, которые определяют, какие процессы являются второстепенными и даже ненужными, без каких движений и передвижений можно обойтись, чтобы все силы отдать главной работе, а любая работа ценится по конечному результату. И что же получится на деле? Большинство времени уходит на богослужения, требы, выезды, пустопорожное времяпрепровождение приемных архиереев и благочиненных. Кто и когда в православной церкви за тысячу лет до своего времени озаботился о главном – не делать им затруднения в деле проповедения? Если спросишь любого прислужника, где сейчас священник, кого ты ищешь, тебе не ответят, что он занят делом проповеди. Почему? Ответ – только потому, что проповедь стоит не на первом месте и не является главным делом жизни священников. Проповедь всего лишь и при том редко у кого является малой составляющей – благослужением, приложением к нему. И все знают, чем занят священник. Он или готовится к богослужению, или совершает богослужение, или отдыхает после богослужения. А согласно блаженному фигелакту, толкующего деяния апостолов, проповедь и только проповедь должна стоять на первом месте, и ничто не должно делать затруднения в деле проповеди. Весь смысл миссии Христа на землю заключается в спасении падшего, умнейшего человека, первого Адама. И это возможно только через Слово Божие, через слышание его, через вдохновенную проповедь в Духе Святом. Римлянам 10.17. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. И поэтому у каждого священника должна быть в руках охранительная грамота, заверенная патриархом Синодом, что никто не может делать им затруднения в деле проповеди. По смыслу 9-10-х двухчасового богослужения должно быть отведено делу проповеди, возрождению душ, обращению ее ко Христу и только одну десятую часть посвятить Богу. Богослужения и молитвы – это требования самого Бога, касающегося всего, что мы приобретаем. Сегодня самое большое препятствие в деле проповеди и православной церкви – забвение Слова Божия, абсолютная потеря и забвение авторитета Святой и Святейшей Библии. Слово «Святейший» в Библии встречается только два раза и касается места жертвоприношения и причастия, то есть молитв к Иегове и истинной веры. Числа 18-10. «На святейшем месте ешьте это, все мужеское, все мужеского пола могут есть. Это святыню да будет для тебя». Иуды 1-20. «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшее вере ваше и молясь Духом Святым». И это слово «Святейший» непременно согласно Слову Божию никому и ничему. Все остальные вымыслы человеческие. Псалом 118-113. «Вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю». И ко всему Святейшему, что указано выше, приводит проповедь о Христе. И чтобы все смертные считали недостойным утруждать этим учеников и отвлекать их, и делать им затруднения в деле проповеди. Богу нашему славу в веки. Аминь. Спасибо. Я считал, сейчас я не все и слышу, но... Вы именно Петра Мещерина слышали? Все молодежные организации, федерации, под его руководством. У него выходили маленькие брошюрки о некоторых недостатках в нашей церкви. У меня в книгах есть. Я ему написал письмо о некоторых местах, где нет недостатков, надо было сказать. У нас недостатки везде. Вот сейчас читал человек знакомый нам, близкий. Через это чтение кто-то может обратиться? Вообразите маленький. Да даже просто так скажу уже. Вот если он к первому Игору, который сидит, у нас четыре Игоря тут. Если он будет читать, он по-другому будет выглядеть. И вот когда говорится Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Да разве Аллилуйя так считается? Это уже не надо ничего доказывать. Воспецательный знак стоит везде. Архангелы и ангелы воспевают. И мы к ним, говорят, как присоединились. И же Херувим это что означает? Ну Херувим. Это мы Херувимов из себя строим. Других-то как обвинять, а не артистов. А мы-то даже на артистов не годимся. Почему маленько том-то не изменить? Вот апостолы молились когда? Как они молились мы не знаем. Интонация неизвестна. Но по их молитве поколебалось место. И что после этого? Они со всей силой стали проповедовать. Когда враги на каждом шагу. Что мы такие сонные? Это вот все время. Это мы же православные. Никогда в жизни не испытали. Говорят, а как узнать? Он рожден, не рожден. А вот здесь все и кончается. А вот если он так делает, а вот там надо... Делать-то пока ничего не надо. Надо родиться свыше. А дальше уже. Дальше у тебя совсем по-другому. Ночью не будешь приходить. Ты будешь с Богом связь иметь. Вот я разговариваю с людьми со своими. Скажи, когда ты молился под звездным небом? Понимаете? А почему? А молились апостолы. Молились пророки. Авраам, Исаак. Выйди, посмотри, посчитай. Я не знаю сколько. Я взял в интернете сколько звезд. Конечно, речь идет не о всех звездах, которые человек видит. Столько будет у тебя. От меня столько. Оказалось, что сегодня в 15 раз больше, чем которых мы видим. Я это нашел цифры в интернете, сколько есть. Ну, маленько-то заинтересоваться. Надо или не надо. Я не считаю себя ни поэтом, ни писателем, ни никем. Но выступать приходилось очень много в разных местах. И у пятидесятников, и у адвентистов седьмого дня, и у баптистов, и свидетелей. Не знаю кого-то, где бы не было. Вот однажды было такое собрание, меня туда привели на одно собрание только. На следующий день уже приходить некому было. Это Господь делает так. Пресвитер у них называется по-своему рукоположенный, связи с апостолами нет. И он встал и говорит, как вы хотите, а я перехожу в православие. И четыреста пятьдесят человек сразу встали и сказали, мы переходим. Как это можно быть? Никак. Только двух святых человек, вот и не под глаз. Это благодать Божия делает. Благодать Божия. Да ты о себе говоришь, Павел о себе говорит, как больше страдал, больше везде был. Я о чем буду говорить? Скажите, ты испытай, чтобы я подражал тебе. Подражайте мне, как я Христу, Павел говорит. И тем, в коем видите этот образ. Я говорю о том, что если в нас этот огонь не горит, а как его зажечь? Дочка подрастает, и она видит, как мирно живут муж с женой. И она, мама, а как ты папу полюбила? Дочка, всему свое время. И тебя уже не надо будет уговаривать, ничего. Любовь покрывает все. Безграмотность, а она, в человеке, любовь, переделывает все, тот образ, к которому ты стремишься. Вот мы сейчас прочитали, отошел, поставил, скажет, ты его оскорбил. Прости, что оскорбил. Я не хотел это сделать, я хочу, чтобы завтра был другой. Вот слышали, какая-то беда. На Хиросиму сбросили атомную бомбу, первую в мире. Сколько погибло? Считает, а детей. И американские, Америка воюет. Там лишнее слово не скажи, как сейчас. А тогда она, ученикам, им стало говорить, дети, давайте помолимся об японских ребятишках, которые погибли. Сколько там мальчиков было, которые не знают, что, как, и жизнь вся кончилась у них. Ее тоже привлекли. В Швеции выступает какой-то там среди лютеран, видимо, и говорит, гомосексуалисты вызвали огонь Божий с неба единственный раз. На людей проклятие Божие. Это страшный грех. Мужчины разговариваются, ну, мужчина, сняли с этого места два года тюрьмы. Что спрашивают? Сгорит земля и все на ней. Значит, перед этим будет особенно развита эта идея парада, вся эта мерзость. Златон, скажем, страшнее греха нет на земле, когда вот это делают люди. Если нас это касается, мы безмолвные не можем быть. Где-то напишем, скажем, Господь услышит. Милость Божия велика. А что такое предвосхищать? Я не раз спрашиваю у людей. Кто-то сразу, кто-то нет. Предвосхищать. Я только думаю. Вот сегодня я думал о смерти. Ибо не помер. Я уже встал. Давай молиться. Господи, я просто подумал это как Господь. Подошло, все, я здоровый совершенно. Мост где находится? Мы с сестрой туда ходим, молимся почти каждый день. Молимся, возвращаемся. У памятной плиты Баварина туда и обратно идем, молимся. И вдруг у меня сразу слышу, запихает все в сердце. Последний раз вдохнуло. Это все окажет дом я еще ремонтирую. И вдруг все отошло. Лесто в куброки или щетки. Я делюсь радостью во Христе. И вот что интересно, так, я не вижу. Игорь, а где Марина Геннадьевна? Она просила принести печать, и я принес. Дорогой, я еще могу сказать. Вот сюда нужно помехать. Дело в том, что я расскажу сначала про печать. Вот открою, все, что было, я взял. К печати у меня имели доступ только два человека. Иногда звонили в Потеряевку. Я говорю, там-то, там-то возьмите, где. Проходит какое-то время, а печати нету. Попросили снова в отдел юстиции, министерство юстиции называется. Нету. Ну, помогает Алексей Загуляев, снова сделали печать. У меня еще от лагеря печать. И вот надо найти, где она. Здесь написано город Барнаул. И на который шоркаты. Но дело в том, что я туда не заглядываю, где она лежит. Заходишь к нам здесь, и с той стороны зайдешь налево, там Володя где-то стоит у него аппарат, и в самый угол тот. И там весят календари, видимо, не православные. Такая бумага мощная, красивая, и все 12 месяцев и все по-слову Божьей. Раз по-другому издают. И они висят там на гвоздике. Я не посмотрел, они под бумагой такой, оберточная бумага, как бы. Лежу, оберточная бумага, все надрывается, надрывается, она на гвоздике проснута. А когда полез туда, мне что-то мешает, я смотрю, а там кажется за 4 года календари и лежат кучи. Это как никого нету, я один дома. из-под бумаги, а они на гвозди, а у них, знаете, ну, такими скобками календарь делается, чтобы он можно было брать так. я тогда вышел и подумал, вот как, если вы не попросили печать, Господь мне еще сегодня показал, что с тем углом дома. А вот теперь, вот она висит на одном месте, а теперь смотри, вот в таком месте они висели, и теперь это опускается кверху, вот от угол-то, они туда, упёрлись у меня, и вверху-то освободились, они повалились, и порвали эту бумагу, и сами лежат там календари. Я практически увидел, торопиться надо, мы сейчас в следующий понедельник насчитаем, очень прошу, помолитесь. я сам строитель, но никогда не занимался этим. Беда в том, что фундамента нету дома, на земле стоит, которая отморска называется, а изопальта, к дому-то, а она в обратном направлении туда направлена, вся вода все время тыщет, чтобы не сгниться. И когда изнутри-то докопался, вологи, посмотрел, там гнилье, и сколько, не знаю, но тот вот наружный угол, где там лук у нас растет, с этой стороны, который-то, так, что делать? Надо убрать всю тяжесть сверху, ничего себе, дальше, дома все сделать, все окна выставить, двери, ну, блядь, нереально. Я еще раз обошел, подошел, думать, большую пользу уже оказал Андрей Головащ, вот он подошел, и я говорю, вот у меня шпалы, а шпалы никак не надо, это от них запах будет такой, ну, он еще не знает, какие шпалы, они здесь на рельсах лежали, они вымочены, там может быть лет 30, тут же на дороге было, они уже там со своими вопросами, вот, как сделать? Хорошо, слушай, ему еще раз скажешь, Андрюша, ничего делать не надо, кроме того, что вырезать болгаркой, вот такую ширину от дома, подкопать, этот край не трогать, а этот чуть-чуть затормозить и помаленьку, помаленьку попытаться выровнять, нет, значит не трогать, Андрей говорит, совсем не трогать, а если она в этом состоянии остановится, нормально же, ее только маленечко наклонено будет, да мало ли еще у нас, вот об этом тоже помолиться, если бы мы осенью встали, когда нам сказали двери не закрываются, то мы бы на такие, говорят, натворили дел, а бетон-то 14 дней надо, у нас на третий день уже снег выпал, и бетон пропал бы, а сейчас вот завели, ну, со всех сторон, говорят, там не 15, там не больше 10, и нам это по за глаза хватит, и где на другую сторону асфальт, мы даже сейчас поднять там, у нас достаточно вполне щебни, машины принесу по 15 тонн, смотрите, сколько у нас песка, теперь только из-за одного двери цемент тоже привезти, на этой неделе надо с арматурой все подготовить, следующую неделю, ровно с 3 июня, к нам приезжает еще человек, один тестовый, вот, крещение принимал, Константин, значит, Сергей Павлович, приходишь, договорились, так, стерео, миха, петербург, договорились, придет, я не буду местом мешать, я буду там выбирать, какие нужны, по размеру, я-то толкушку сделал, есть такой вибратор, который, земля, вот так вот, и она плотнее делается, я пошел, ого, я такой, за аренду, по часам, это нам мозги надо утрясать тогда, я сделал большую толкушку туда, а после этого, самый крупный щебень, туда в несколько слоев набить, ну и все, какая-то, те же, деревянные, дом-то, и невысокие, и вот смотрите, осенью мы не сделали, и Господь как нас пощадил, но сестры, которые увидели, что неладно что-то, вот, они заставили нас задуматься, я всю зиму об этом молился, и где наводнение-то было, Михаил Каримов такой есть, у него, сколько, 400, что ли, метров квадратных, ну там, видимо, дома что-то есть, и вода-то вот так зашла, все пропало, только книги, кажется, летящие, и даже книги пропали, ну пожалуйста, но, когда я сказал, у нас интернетное сообщество, мы каждый день молимся через два часа, это чудо Божье, придумал, и кто первый начал, Сергей Павлович, и самого нету, вот, вот тоже неправильно это, его все время поминают, и вот, сразу теперь, Михаил Каримов, и поминает, нас, чтобы Господь позволил, поэтому на следующей неделе Володя приедет, и с ним Николай Георгиевич Кузьмин, он с Тургута приезжает, уже не один год, но если все благополучно будет, Богу угодно, и живо будем, то, Господь позволит, мы начнем делать, один вопрос остался, здесь еще не решенный, кто будет кормить, Пасху мою, я говорю, Любовь Николаевна, ты меня избери, я буду картошку хоть чистить, я буду помогать, не знаю, как смогу, но, но придете, это будет, конечно, лучше, умна нету, ни коровы, ни куриц, ничего нету, а долго мы тут не будем, дня 4-5, и там, я обычно, с 10 июня уезжаю, с 10 июня, мне будет 85, вот, то, до этого мы в пятницу можем уже уехать туда, где надо, вот, Господа, как все вымерено, я сегодня только до конца увидал, ой-ой-ой, тут у Андрея большой, сколько, 12 метров, кажется, контейнер, я ему сегодня показывал, как я палкой поднимаю провода, которые там есть, он говорит, нет, не проходит, а я говорю, а вот, что сделаем, с той стороны заехай, и там простор, хоть заблаков поднимают, поднимешь контейнер для книг, это, прошлое уже, новое, это готовим трехтомник, вот трехтомник, семитомник, каждый том больше размером вверх, и шире, шире сделаны, это книга, в которой лежат, то есть 752 страницы, а эти, по 1320 страниц, и один экземпляр, это 7 томов, но теперь сколько будет их? 500 или тысячи, мы даже не знаем, но цена совершенно, не подойдет, речь идет о миллионах, как о рублях, то есть я спросил, кто-то одного, вот такая машина хорошая, а сколько стоит? Ну, сколько? Ну, миллиона, теперь машины, говорят, подорожали, к слову сказать, на миллионах пятых, это уходит, что за наши книги, сразу минимум, две машины, таких можно купить, да еще и сверху сто-то, но, уже мне сегодня пишут, это настолько далеко для будущего будет подготовлено, и одни фотографии, представь, в каждой книге будет 112 страниц, цветные фотографии, первая страница, которая приклеивается, форзац, и она особыми цветами везде будет идти, сегодня уже выставили в интернете, корочки уже давно сделаны, на который раз проверяют, я сам проверял, последние проповеди, которые там нигде не были еще, 370 проповедей, ну, и после меня смысл дам, потому что я говорю, то ли плохо слышно, и там такие слова у людей, ну, я знаю, что-то можно отрезать, что-то поставить, так что после меня, после моей проверки, теперь смысловой я проверил, а теперь синтаксис, ну, и Бог тогда, ну, я опять же, человек, вот сегодня я даже, боюсь сказать, что только от Бога, Ирина Кондратюк, она нам вышла как, это я говорил, говорю, я был когда в Жордан-Вилле, а потом в Синоде, частенько, и там был Кондратюк, отец Арсений, вот 12 томов, златоустого он подарил, и она говорит, а увидела фамилию свою, так и я Кондратюк, а живет в Белоруссии, и она взялась, она настолько внимательно смотрит, одной буквы не хватает, имя, она начинает смотреть в интернете, чтобы выправить, где дефис, где черточки, я вообще-то не знаю, а становится хоть видно, где голова, где ноги, и ее поставили во голове смотреть, ну, ясно, что за один день это не сделано будет, я вчера скинул, вернее, ночью сегодня, чтобы Господь послал людей, которые знают грамоти, готовы, считают, или показать там, красную поставить, и все издать, у Ирины, нет, у Грибанова, Ивана, и на Рокодратюк, да, вот двое, на них можно выйти, она скинет, сколько проповедей, и нужно просчитать, ну, знаете, грамматику, есть у нас такие, у нас тут как-то был один человек, приезжий, очень хорошая сестра, пойдем, и она говорит, я кончила там университет, высшее образование, я говорю, высшее, а вот написано компания, что такое, надо О или А, она не знает, я говорю, здесь два варианта, если А, это что, это и жарко придется, а если О, лечить будут, это вам интересно, я говорю, где она высшая, по сравнению с чем высшая, у меня всегда тресмешило, вот сегодня читали про Святейший, два раза, спроси, никто не знает, так у нас слово два раза, человеку к одному говорят, ваше Святейшество, Святейшество, с большой буквы оба слова, ну, это не гордыня, ничего, если я сказал, что надо раньше вставать, гордыня, давайте молиться вместе, через два часа, это 10-12 минут, гордыня, прелесть, 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 прелесть и гордыня, два слова, вот, я немножко хотел только сказать, а получилось, опять говорит, море раздеванное, спасибо Христос за море, нам бы это море, выпить и, потом глаголы как должен, я хочу сказать, аллелуйя не сказал, вот когда читаем, молитвах там, Боже, будь милостив ко мне грешному, создав имя Господи, помилуй меня, и когда молишься со слезами, это там молит, ее видно, надежда, ой-ой-ой, а как аллилуйя, я считаю так, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе Боже, и опять, я сам, я на месте воспеваю, аллилуйя, и так в интернете записываю, вижу, все другие начинают так же делать, слава Христу, мать, еще в путешествии, так что мы здесь-то путешествующие, отец поехал, забрал, что-то на ноге там разрез был какой-то, я не знаю, почему на ноге-то, через сосуды, через сосуды ноги попали в сердце, и в сердце там уже манипуляция была, бывают разные доступы, бывают через руку, бывают через ногу, она все время помориться с обо моей агнишки, агнишки, еще, подожди, болящих закончим, значит, кто у нас еще болящий, нету сегодня этой, Татьяны, Татьяны нету, Татьяны Александровны нету, Маргариты нету опять, Маргариты нет, но Маргарита сейчас в саду, ей трудно оттуда, трудно выгодаться, ей не дозвонишься, как у Львови Петровны, как она одна, посещает ее? Мы были воскресеньями, нормально все, я была вчера, водро себя чувствую, не нужны, спасибо Христос, не нужны сейчас, все уже сделано, Игнатик их не знает, Степа, потому что Нина Жолнирова, Степа, внук, был в лагере у нас, сейчас ему сделали операцию, буквально вот позавчера, переносикса, у него была смещена, ему сделали операцию, и он сейчас неделю будет еще в больнице лежать, Степа, Степан, внук Нины Жолнировой, вы же помните, помните, так, болящих всех вспомнили, да, ну, естественно, помним одежду, Иоанну, помним, да, молимся о ней, и, на, через две недели, брат Николай, будет госпитализирован для обследования и лечения, приедет Лева, Лева приедет, Лева будет с матерью заниматься, а Николая госпитализирует, вот, ну, все, да, дружочные, дроботы, где у нас, а дроботы, ну, не знаю, надо будет звонить, спросить, что у вас, что с ними случилось, какая болезнь очередная, Брэш, еще, я слава тебе, надо помолиться о детях, в интернет-сообщество, ну, и вообще, и о их родителях, посчитал я, за девять месяцев, было проведено 26 встреч, по слову Божьему, с детьми, и три встречи с родителями, но они не создали ни комитета родительского, никаких вопросов, ничего не задавали, вот, последняя вчера встреча была, я им говорю, ну, идут летние каникулы детские, ну, естественно, что детей надо, пускай на отдых, желание такое, чтобы продолжать, встречи со Словом Божиим, я говорю, пожалуйста, делайте из себя, дело, забыл сказать, ну, и все, ладно, скорее всего, будем продолжать молиться, об этом, в этом, в этом, в этом, в этом, в этом, не все знают, что министром по военным делам теперь новый избранный, Белоусов, Белоусов Андрей Ремович, и он такие перестановки делает, скольких уже арестовали генералов, которые, колупсой занимались, каждый день новые, новые, новые идут, и он не военный человек, но за него все положительно ответили, и вчера выдали статистику, сколько государств, помогает ни оружием, ни миллионами, миллиардами, чтобы воевать против русских на Украине, но посылают вертолеты, танки, чего только там нет, и люди идут, даже до Африки, сколько людей пришло, 450, 180, вот это мой труп уже, и у каждого, во Франции, больше всего, кажется, погибло, это там, видите, то есть вопрос очень серьезный, я к чему разговариваю, что вы в молитвах, помолились, спросили, да будет воля Божия, Господи, там, на чьей стороне, человек погиб, тем более, наши люди рядом, вчера только Ирина Устинова ответила, где находится, мы ждали, мы молились всегда, и благодарим, у нас хорошие отношения, со всеми с ними, вот если Господь нас трогает, тогда мы будем ночью молиться за всех, написано, с начальством еще будет строгое взыскание, поэтому помилуй, Господи, вразуми, и сделай как тебе угодно, и за основание брать нужно, Иеремия 48, 10, прокляту дело Господне делает небрежное, и прокляту меж Господнем держит от крови, Спаси Христос. Ну, давайте заканчивать, все, давайте. Ангелу Апияши благодатней, чистая Дева радуйся, и по Кереку радуйся, твой Син воскресет, и Девина гроба, и мертвые воздревновые люди, веселились, светися, светися, Новый Иерусалим, и слава Бога Господня, на тебе, и я, блеку имени веселиться сегодня, ты же чистая красавица Богородица, а восстань и Рождества Твоего. Господи, защити Родину нашу от нашественных племенников, от внутренних распри, от беззакония, которая втайне остановит делающих зло. Посвяти правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы, и всех начальствующих также посвяти и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, и чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе, как должно, пусть покаются в небрежении Своем, и проповедуют смело и на славном об Иисусе Христе. Господи, праведно суды Твои над Россией, за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка Жизни, что сокрыли имя Твое, Бога Иегова. Дух Святой за наставит нас не признавать никаких иных богов, вопия. Алла, Отче, Господи, научи нас с семикратным день прославлять Тебя за суды и правды Твои. Тебе хвала, слава, чести, поглони и пресвятая Троица. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Господи, прими нашу молитву воздяния рук, как жертву вечерней, благоухание приятное перед престолом благодати Твоей. Боже, соедини наши молитвы с молитвой всех святых, молящихся к Тебе на небе и на земле. Ты, Бог, сотворивший этот мир и сохраняющий Его, как зиждитель. Ты, Господь, знающий все прежде бытия. Услыши и исполни молитву всех молящихся о нас во благо нам, любящий наш Отец Небесный, ради голговских страданий и пролитой крови, Сына Твоего Единородного Иисуса Христа за нас греши. Прими, исполни и наши молитвы о всех заповедавших нам молиться о них. Спаси их и помилуй. И о незаповедавших, кому слово истинно возвещено, они слышали Тебе, но все откладывай, и, надеясь на загробную участь, кто-то помолится за ним. Дай им понять, что за гробом нет покаяния приемлемого Тобою. Тебе, Боже, хвала, Тебе слава, Тебе честь и поклонение. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Говори, Господи, Владыка, слушают и дослышат рабы Твои голос Твой. Аминь. Тут посуду кто приносит, посмотрите. Уже семь посудин, и никто не берет. А братья Валерии не забываем молиться. Каждый день молимся. Белый. Все. Субтитры сделал DimaTorzok.